Здравствуйте! Сегодня мы будем отвечать на вопрос, кому нужны наши дети и правильно мы делаем или нет, что предупреждаем и что беспокоимся о возможных последствиях принятия закона о профессиональных семьях. Как связан отъем детей к социальной услуге и профессиональные семьи? И что уже есть сейчас в законодательстве для ведения ювеналки? Я сейчас приглашаю Казахстанского союза родителей. Именно Ирина активно боролась за ребенка, который был отпущен из ЦАНа Алма-Атинского к маме. Сейчас в семье все в порядке, а в ЦАНе, мы знаем, там были зафиксированы побои. Вот этот случай, который гремел у нас, как раз Ирина занималась. И сейчас Ирина провела аналитику всех законов, которые есть уже, и тех, которые планируется принять. И Ирина сейчас даст нам полный расклад. Сейчас у нас небольшое ожидание. Я надеюсь, Инстаграм не будет капризничать и даст нам провести эфир. И пока Ирина присоединяется, приглашаю присоединяться в наш Телеграм. В том случае, если у нас не получается проводить эфир в Инстаграме, мы переходим всегда в Телеграм, и там все в порядке. Там можно посмотреть все наши новости, все законопроекты, все наши предложения. Так, Ирина, пожалуйста, присоединяйтесь. Еще раз напоминаю, речь пойдет о том, что нужно знать родителям, чтобы обезопасить себя. Наше время очень непростое. Ирина, здравствуйте. Добрый день, с Новым Годом. Анастасия, я вас не вижу, вы меня видите? Да, Ирина, обычно я вас не вижу, но теперь видите, как справедливость, как карма работает. Теперь наоборот. Я вас прекрасно вижу. Давайте мы поменялись тогда, значит. Но в сути эфиру этому нашему не помешать. Со звуком нормально? Нормально, да, нормально. Ирина, говорите. Давайте вы начнете, и я буду вам вопросы задавать по ходу. Хорошо. Значит, смотрите, что я хотела рассказать. Проект закона о приемных профессиональных семьях. Кроме того, что мы вообще, ну, точнее, ну, вот лично я и позиция союза родителей такова, что вводить понятие приемная профессиональная семья не нужно. Я еще, ну, вот сейчас с вами делюсь, вообще мне стало интересно, каким образом и в каких уже принятых законах, там, концепциях есть лазейки для того, чтобы позволить изымать детей. И я нашла очень много на самом деле, причем по обращениям родителей я вижу, что сейчас это уже работает где-то в школах, например. И вот я хотела об этом вам рассказать. Значит, в проекте закона предлагается внести в кодекс о браке и семье понятие, что приемная профессиональная семья – это форма устройства в семью. Принято, значит, принявшую на воспитание не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах для оказания им помощи за исключением сестер и братьев. Специальные социальные услуги – очень интересное понятие. Летом был принят, значит, смотрим, что это такое, да, и видим, что по каким критериям семья признается нуждающейся в специальных социальных услугах. Оказывается, сиротства, да, согласны, отсутствие родительского попечения. Ну, возможно, где-то, где уже совсем никак семью не спасти, родители и детьми не занимаются, это оправдно. Безнадзорность несовершеннолетних, в том числе девиантное поведение. Очень интересное уточнение, потому что на вот этой формулировке «девиантное поведение» завязаны правила, которые в прошлом году выпустила Академия Алтон-Сарина по организации внутришкольного контроля, и там есть отдельно алгоритм реагирования, мы до него дойдём. Вот, запоминаем, девиантное поведение, да? Хорошо, хорошо. Нахождение несовершеннолетних в специальных организациях образования. Потом вот ещё интересный пункт. Ограничение возможности раннего психофизического развития детей от рождения до трёх лет. Ограничение специально родителями, либо это невозможность родителей обратиться, например, за помощью в какие-то развивающие центры, потому что нет денег. Вот большой вопрос. Дальше, инвалидность или стойкое нарушение функции организма, обусловленное физическими или умственными возможностями. То есть я сейчас читаю те пункты, которые связаны вот с этим законом о приёмных профессиональных семьях тем, что в случае, если это в семье есть, то ребёнок может быть изъят в приёмную профессиональную семью, потому что эта семья, вот где такое есть, нуждается в специальных социальных услугах. Тут, значит, 12 пунктов. Ещё раз поговорим, что вы зачитали список, он есть в социальном кодексе. Да, это социальный кодекс, статья 133. И родителям всем, в принципе, я советую уделить время, прочитать, изучить, потому что это вот 133, 134, статья 135. Так, сейчас, минутку. Да, 133, 133. Это всё показание для того, чтобы признать семью, нуждающейся в специальных социальных услугах, и ребёнка, нуждающимся в специальных социальных услугах. То есть причины, по которым эти услуги могут быть навязаны семье. Да. Потом, что ещё мы смотрим и где мы видим уже подготовленные к этому моменты, да? Помните, в мае мы шумели о методике определения благополучия семьи, да? По которой там плюс 50 баллов автомобиль и минус 50 баллов ребёнок. Да. Благополучие семьи, то есть семья благополучная во вмешательстве каких-то служб и в предоставлении специальных социальных услуг по логике не нуждается. Но тогда даже в мае мы с вами выяснили, что, ну, более, там, например, 70% семей Казахстана всё-таки не дотягивают до того уровня, который в этой методике признан благополучным. То есть, опять же, связка какая? Если семья неблагополучная, то значит, на неё нужно обратить внимание и, возможно, превентивно оказать ей специальные социальные услуги. Специальные социальные услуги как одна из форм оказания специальной социальной услуги изъятия ребёнка в приёмную профессиональную семью. Вот как-то так. Далее в июне был, по-моему, в июне, сейчас, минутку. Ну, тоже мы о нём кричали. А, 31 августа 2023 года был принят комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Тоже мы о нём говорили. И в этом плане, вот то, что мы сейчас как раз видим, там есть краткосрочные меры, которые будут приниматься, и среднесрочные меры. Вот в среднесрочных мерах мы как раз видим, что запланирована разработка проекта закона по внесению изменений и дополнений в части ужесточения ответственности работников организации образования и здравоохранения за несообщение о противоправных деяниях, совершённых несовершеннолетними или в отношении их. То есть если педагог, врач, медсестра, социальный работник, воспитатель знали, предполагали, возможно, о том, что ребёнок подвергается насилию, или нафантазировали, это как вот в случае в Алматинском, когда девочку подумали, что девочка подверглась насилию, и без родителей повезли её на экспертизу, то есть нанесли ребёнку ещё большую травму, в принципе. И если они не сообщат об этом, то предлагают ужесточать наказание. Дальше. То есть ещё с чем мы сталкиваемся? Расширение полномочий сотрудников правоохранительных органов в чате составления протокола об административных правонарушениях по статье 127.1 Кодекса об административных правонарушениях. То есть в конце года, где-то в ноябре, была волна обращений от родителей, что в школе вызывают инспектора по любому поводу, составляют протокол вот как раз по статье 127, выписывают штраф, при этом допуская очень много нарушений, и родители вынуждены его оплачивать. Кто-то по незнанию, кто-то не имея возможности оспорить, но вот это всё уже принято в плане. Про штраф по статье 127 есть хороший эфир с засланом. Много бейбут, Настя с вами говорил об этом. Далее, опять, что мы тут в этой же главе видим? Введение пропускного режима в организациях образования. Недавно, только в конце ноября, был НПА, где об этом говорилось. Также там говорилось о том, что директорам школ самостоятельно дадут право менять категорию антитеррористической опасности на, например, вторую, и по второй категории при посещении школы вводится досмотр. То есть, ну вот, кто в плане есть, уже полностью оно на местах проводится. И закрепление понятия. Прошу прощения, досмотр, осмотр и обыск, это разные вещи, рекомендую. Ниже есть, опять же, эфир с Жасланом. Посмотрите, пожалуйста, чтобы, если уж у вас ввели вот этот красный уровень с досмотром, чтобы ребенок умел отстаивать свои границы. Ирина, продолжайте, пожалуйста. И, значит, в этом же среднесрочном плане закрепление понятия «внутришкольный учет». Теперь мы приходим к понятию «внутришкольный учет». И еще в 2022 году Академия Алтенсарина выпустила методические рекомендации «Алгоритм реагирования на поведенческие нарушения обучающихся в организациях среднего образования». Почему? Ну, опять же, я к этому пришла. Потому что, смотрите цепочку. Профессиональные семьи изымаются дети, которые нуждаются в специальных социальных услугах. В специальных социальных услугах нуждаются дети, имеющие девиантное поведение. Кто определит, что у ребенка, например, девиантное поведение? Школа, которая реагирует на поведенческие нарушения обучающихся в организациях среднего образования? У меня вот вопрос. Дорогие родители, многие ли из вас видели, сталкивались с желанием педагогов как-то откорректировать конфликтную ситуацию, выступить, какой-то процесс урегулирования конфликта провести? Вот если, не дай бог, ваш ребенок в чем-то, ну как, попал в какую-то ситуацию? Многие ли из вас вообще в курсе, именно информируются учителями, что происходит в школе с вашим ребенком? И многие ли из вас вообще могут туда зайти? Но при этом алгоритм уже есть в признании того, что ребенок с девиантным поведением нуждается в специальных социальных услугах, уже есть. И вот эта вот цепочка, она уже готова к работе. Не хватает малых приемных профессиональных семей. Что написано в этих методических рекомендациях? Как всегда, то есть тут три блока введения, то есть пишется, почему и зачем эти методические рекомендации написаны. И меня привлекла очень интересная такая цитата. В широком смысле слова дисциплина – это подчинение членов общества организации установленному порядку, общепринятым правилам и нормам. И вот авторы выделяют три вида дисциплины. Профилактическая – это установление ожиданий, расписывание принципов правил поведения в классе. Ну и вот этого всего порядка. Поддерживающая дисциплина. Возникает случай нарушения установленных правил и устава школы. Ирина, секунду, значит, я тут просматриваю в этом плане уже второй пункт. Первое – это просто установление правил или ожиданий, как они называют правила. Второй пункт – это когда эти ожидания нужно поддерживать, да? Второй уровень, вторая ступень. Нет, смотрите, тут они говорят о том, что в случае нарушения установленных правил, нужно обратиться к поддерживающей модели дисциплины, то есть обычно это словесное предупреждение или предложение по коррекции поведения ученика. То есть вот как раз то, о чём я спрашивала родителей только вот сейчас. Многие ли из вас сталкивались с тем, что учителя информируют, во-первых, вас о происшествии с вашим ребёнком, а во-вторых, предлагают какие-то пути исправления? Ну, я бы сказала так, что информируют, наверное, информируют. А вот пути исправления, ну, лично я не представляю, что может предложить учитель. По крайней мере, я не слышала, какие могут быть. Может быть, кто-то сталкивался действительно. Ну, и вот, значит, если вот эти предложения, значит, по коррекции поведения ученика родителям приняты, то... А какие могут быть предложения по коррекции всё-таки, Ирина? Вот что имеется в виду, чтобы мы не говорили абстрактно? Ну, вы знаете, в самом алгоритме этих предложений нет. Могу, ну, как с образованием педагог-психолог пофантазировать. Да-да, пофантазируйте. Возможно, это какие-то... Во-первых, ну, если, например, мы говорим о конфликтах, да, в школе, то это в пути урегулирования конфликта. Это какое-то взаимодействие в классе, которое направлено на сплотённость коллектива. Это... То есть это приходы, это чаепитие, да? Ну, да, то есть вариантов масса, но это то, что, во-первых, пропагандирует учитель, да, добро и дружбу в классе, и делает учитель. Тут не обязательно психолог нужен. Тут каждый учитель, то есть педагогика, наука такая, и у каждого учителя в арсенале эти знания есть. Другое дело, что насколько есть желание их применять в этом случае... Там, по-моему, нет, читайте Макаренко, да? Правильно я говорю? Хорошо. Да-да-да. Родителям, кстати, тоже будет очень полезно. Вот. И, значит, после того, если это не увенчалось успехом, то... Когда ученик не смог изменить своё поведение после неоднократных попыток поддерживающей дисциплины, значит, то он признаётся, то его поведение признаётся деструктивным, и дальше уже идёт вот эта машина, что передаётся там в органы ИДН, инспекции по делам несовершеннолетних, и дальше. Извиняюсь. Алгоритм этот, написанный Академией Алтон-Сарина, очень интересный, потому что в главе третьей потом, где написаны уже советы, то есть как действовать учителю, вот сам алгоритм, там встречается слово... Сейчас, 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 например, законодательное распоряжение штата. Ну, возможно, это имеется в виду какой-то штат в школе, либо... Так, подождите, давайте понятным языком говорить. Смотрите, эффективная школьная политика, да, должна поощрять дисциплинарные меры воздействия, которые максимально, возможно, удерживают учащегося от прерывания учебного процесса. Вот, опять же, недавно был НПА, который запретил учителям удалять детей с урока, да, то есть ребенок должен по максимуму быть включенным в учебный процесс. Школы должны свести к минимуму практику отстранения учащихся от занятий, вот говорится в этом алгоритме. Ходатайство в исключении школы и обращение в правоохранительные органы по мере возможности. То есть тут говорится о том, вот как раз, что вся основная работа по урегулированию каких-то ситуаций должна проводиться в школе. А дальше тут написано, соблюдая при этом законодательные распоряжения штата. И каких штатов? Что за штаты? Я не знаю, возможно, это погрешности перевода документа. Ну, не суть, вот. А, в общем, такой документ есть. Скорее всего, я читаю алгоритм реагирования на поведенческие нарушения обучающихся в организациях образования. Расположен на сайте Академии Алтенсарина от 22-го года он. Что еще я хотела сказать? То есть почему это все связано? То есть я уже говорила, смотрите. Если вот эта вся работа не проводится, у нас, кстати, есть вот сейчас несколько обращений, конкретнее два, да, я не спорю. Это минимальный процент в размерах, там, 20 миллионов населения нашего. Но, я так думаю, это первые ласточки, это мое личное мнение. Когда родители, обратившись в школу за помощью, сейчас сталкиваются с тем, что школа подала на ограничение или лишение родительских прав, просто потому, что те три месяца, которые школа дала родителю на исправление, хотя он обратился к ним за помощью, за эти три месяца родитель не исправился. И тут я лично усматриваю то же самое. То есть... Ирина, извините, сейчас вы сказали, что школа подала документы на лишение родителей, родительских прав, потому что ребенок продолжает хулиганить. Да. То есть это реальные случаи? Да. Ну, там ситуация немного более запутанная, то есть там ребенок еще и в открытой конфронтации с матерью, да, но мама именно поэтому обратилась к школьному психологу и социальному педагогу для того, чтобы ей помогли урегулировать этот внутренний семейный конфликт. С них взяли объяснительные с мамой, получается, и с ребенка. И на три месяца, то есть это все тихо, мирно забылось, а через три месяца мама выясняет, что вот школа подает документы в опеку, потому что ситуация не исправилась. Почему я говорю, что это первые ласточки? Потому что, да, у нас есть педагоги от Бога, которые мне все равно, которые видят свое призвание в том, чтобы работать с детьми. Ну, их настолько вот я в своей жизни встречала мало, а чаще всего я сталкиваюсь вот как с этим случаем, что школа, где-то боясь огласки, да, какого-то происшествия, где-то пытаясь замять это, то есть не урегулировав конфликт, не отработав полностью, да, ну, конфликт, ситуацию, неважно. Может потом, вот опять же, согласно всем этим документам, которые уже есть, определить ребенка в ранг с детей, да, с девиантным поведением. Опять же, к девиантному поведению относится не только конфликтность, курение. То есть вы как родитель не можете повлиять на своего ребенка и заставить его, например, гуманными методами без насилия, только уговорами отказаться от употребления, например, спиртных напитков, курения. Вы как родитель не можете обеспечить присутствие ребенка дома после 22 часов, потому что ваш подросток сбежал на дискотеку. И вот все это в комплексе, если оно не исправляется, и ребенок не становится послушным, называется девиантным поведением. А девиантное поведение – это основание для оказания вам специальной социальной услуги. Да, давайте, все, это понятно. Получается, вот это я повторяюсь для опыта. Еще очень часто, вот теперь уже такая более размышлительная часть, да, быстрая. Очень часто вот в последнее время, когда мы начали говорить о вот этом законопроекте о приемных профессиональных семьях, я читала в комментариях, слышала от родителей такие эти, да кому нужны ваши дети? Да, кому нужны? Вот, знаете, да, родители, господа, уважаемые, дорогие, любить, как вы, заботиться о них, они, да, никому не нужны. Но при этом… На них можно хорошо заработать. Не услышала, Настя. На них можно хорошо заработать. Да. Тот, кто не… На них можно хорошо заработать. То, что профессиональным приемным родителям будут платить зарплату 70 МРП, да, не бог вести какие деньги, не миллиарды, но источник дохода. То есть ребенок, изъятый в профессиональную семью, будет служить источником дохода. Несколько, год-полтора назад на одном из каналов ЛГБТ-меньшинств, там, я не знаю, как их назвать, короче, два молодых человека обсуждали в открытую как раз вот эту тему, кому нужны ваши дети. И там они напрямую говорили, что ваши дети, ваши – это наши сожители. И мы ждем, когда они подрастут. То есть если вы, опять же, не занимаетесь своим ребенком, ему откроют объятие, возможно, где-то ЛГБТ-прайт, который поддержит, который примет свою семью, который скажет, что он замечательный, и, ну, а потом дальше будет жить с ним. Наркоторговля тоже прекрасно может зарабатывать на наших с вами детях. И вот, опять же, те же самые, вот эти все соросовские грантоеды, да, грантополучатели, которые готовы оказать вам услугу, кризисные центры, да, те же цены, да, то есть это все, вот эта вот семья ЛГБТ-прайт, ЛГБТ, наркоторговцы, те же психиатры, которые с удовольствием выпишут вашему ребенку препарат, чтобы он стал тихим и нормальным, и туда же добавляются профессиональные родители, они все заинтересованы заработать на вашем ребенке, да. Опять же, о чем мы еще говорим? А когда ребенок... Запомните свою мысль, я просто вставочку сделаю по поводу того, что, по поводу препаратов. Ведь препараты, меня лично ужасает, что препараты – это метод держать человека в спокойном состоянии. И вот ребенок, у которого гормоны, который не всегда следит за своими вспышками, своего настроения, вот ему тоже могут пустить вот по этой дорожке. И если родитель, какой бы конфликт с ребенком, со своим не вступал, он его любит, он ни за что не даст ему никакую отраву, которая может негативно повлиять на его мозги, на его дух, то профессиональный вот этот воспитатель, да, я не хочу его родителям называть, ему нужен просто собственный комфорт. Он зарабатывает на живом существе, на ребенке деньги, и ему не нужны лишние проблемы. Он эту таблетку, этот укольчик ему сделает. То есть он его воспитывает препаратами, будет спокойно, если пропишут. Вот в этом ужас всей ситуации. Ирина, извините. Да, но с детей, к сожалению, такой риск мы не исключаем. На Западе так и происходит. Да. Почему мы так уверенно об этом говорим? Потому что вот именно вы, да, вот когда презентацию готовили, то есть вот эти западные, опыт западных стран и детей, да, вы изучали, и вы знаете, о чем вы говорите, что там такое есть. Потом мы считаем, я считаю, мы считаем, что вот эта вот передача в профессиональные приемные семьи, смотрите, ребенок, семья, то есть это на самом деле самодостаточная ячейка общества, да, когда она здоровая, когда она, есть доверие, да, в ней, любовь. И вот, ну, обычная традиционная семья, которая воспитывает детей в соответствии со своими внутренними убеждениями, в соответствии с традициями, да, и изымая ребенка из семьи, не оставляя его, ну, если что-то случилось, не дай бог, с родителями, да, если нет возможности оставить ребенка с родителями, мы предлагаем оставлять ребенка у родственников. То есть вот в этом маленьком самодостаточном мире семьи, который живет по своим традициям. Потому что вот, например, у казахов человек, не знающий своих, там, предков, да, своих традиций, своих устоев, манкур там назывался, да, это всегда, всю жизнь это было, ну, как позором. А передавая ребенка из семьи в семью, да, профессиональную, то есть, ну, вот не понравилось этим родителям, ну, воспитателям профессиональным, да, что вот ребенок, например, активный, они могут от него отказаться. И он пойдет в другую профессиональную семью, и в третью, и в четвертую, то есть по опыту Запада, это так и есть. Дети кочуют из семьи в семью. И кроме того, что, ну, то есть, девчонки, поднимательство над ребенком, по моему мнению, это еще и направлено на то, чтобы разрушить, оторвать ребенка от традиций, от рода, от семьи, вот этой вот, как общности, да, и люди, не помнящие своих традиций, ну, для меня это страшно. Что делать? Я весь подерживаю. Что делать? Я вот тут жути нагнала, да, помня о том, что часть законодательной базы уже готова, да, для того, чтобы оказывать вам специальные социальные услуги и признать вашего ребенка нуждающимся в них. Во-первых, ну, это может быть смешно звучит, банально, набило оскомину, но повернуться к своему ребенку лицом. То есть, всегда быть с ним в доверительных отношениях. Да, это сложно. Да, подростки иногда там выбешивают, вот, до взрыва мозга. Но, если вы не будете заниматься своим ребенком, то им займутся вот эти все ЛГБТ, наркоторговцы, психиатрия, профессиональные воспитатели, они с удовольствием им займутся за деньги. А что еще я бы хотела рассказать родителям? Сейчас такое наступило время, да, то есть, когда мы всегда говорим, что родители, у вас приоритетное право на воспитание вашего ребенка. Ну, кроме того, что во всех законах, да, прописано это право, оно еще налагает на вас обязанность быть в ответе за своего ребенка. И для того, чтобы вот это вот, вот этот баланс, да, право обязанностей соблюдать, все равно, как ни крути, придется сейчас читать законы. Элементарный, маленький список, то есть, своих прав и обязанностей, которые вы должны знать. Кодекс здоровья народа и системе здравоохранения. Там есть статьи права и обязанностей пациентов. Уделите 10 минут, пожалуйста, прочитайте, запомните, выписайте, заскриньте, что, все, что угодно, потому что вот это знание своих прав и обязанностей в медицине позволит вам принимать решение, ну, может быть, взвешено, да, о каких-то вмешательствах, да, вашему ребенку. Поздаст вам уверенность, как правильно отстаивать свои права, да, ссылаясь на те или иные статьи законов. Кодекс о браке и супружестве тоже, права родителей, права и обязанностей родителей, кодекс о детях, вылетело название сейчас, закон о правах ребенка, права и обязанностей ребенка, то есть и закон об образовании, права и обязанностей родителей и обучающихся, то есть вот эти четыре, получается, да, закона, в которых вам нужно прочитать, найти и прочитать эти главы. Чем это поможет? Мы говорим о том, да, что вы там можете отказаться, там, тогда-то, тогда-то, но чтобы не спрашивать нас, а быть точно уверенным, что вот это делается, там, например, в соответствии закону, а вот это уже нарушает закон, это может каждый родитель, и если каждый родитель сразу в школе, на месте, да, на корню, в поликлинике будет знать свои права и требовать соблюдения закона, то вот такие вот нарушения, как, например, когда там детей изымают без всяких документов и так далее, и тому подобное, они не пройдут просто потому, что вы сразу на берегу, зная свои права, поставили стоп беззаконник. Если вам сложно понимать там этот язык читать, да, во многих городах Казахстана у нас есть офисы, приходите к нам, мы всегда открыты, мы всегда расскажем, покажем, возможно, где-то немножко напугаем, как вот я сейчас тем, что ваши детей ждут там про семьи, и так далее, и тому подобное, но знание ваших прав на самом деле очень поможет вам и нам тоже в отстаивании интересов детей, потому что мы не сможем за вас защитить вашего ребенка, только пресекая беззаконие ежедневно на своем уровне, вы поможете нам где-то попробовать изменить законную сторону детей, в сторону блага детей. Ну, вот, собственно говоря, это все, что я хотела сказать, я всегда говорю о том, что даже если вы сами прочитали, да, вот эти вот права и обязанности там, по вот этим четырем законам, расскажите соседке, ну, на работе где-то, просто там кому-то посоветуйте, да, тоже прочитать, потому что чем больше родителей знает, в какой момент нужно сказать, нет, вы нарушаете мои права, либо где-то отстоять, да, свое право, тем наше общество более будет, ну, как тут сказать, да, более здоровое, да, Настя, правильно, я не могла подобрать слово, то есть законы у нас есть, у нас есть законы для наказания всех видов насильников, да, но потому что по ним не всегда работают люди, они не, создается впечатление, что они не работают, поэтому дело-то в том, чтобы на своем местном уровне требовать соблюдения закона и тогда, я думаю, нас ждет хорошая жизнь. Все? Да, Ирина, большое спасибо, я хочу добавить, что родителям нужно изучать действительно законы, вот хотя бы то, что перечислила Ирина, это кодексы, закон на правах ребенка, смотреть, какие у вас там есть права и обязанности, можно распечатать и магнитиком приклеить на холодильник, чтобы всегда было под рукой, просто заучить, но с другой стороны нужно и ребенка воспитывать, действительно, собственным примером, доведительное отношение, это тоже все очень важно и очень хорошо, донести до ребенка мысль, что хорошо там, где тебя любят сильнее всего, то есть дома, и никакая профессиональная семья, если там даже пообещают Диснейленд, мороженое, все услуги горничной, это не будет дом, это не будет мама с папой, это не будет любовь, и неизвестно, чем там закончится для ребенка, его пребывание в этой профессиональной семье, в этом другом месте, вне дома, вне дома, это уже небезопасное место, с ребенком надо разговаривать на тему ювеналки, объяснять, что там такое, хотя бы какой-то фильм покажите ему, сейчас очень много по миру есть художественных произведений и документальных тоже, которые рассказывают, как это все на самом деле обстоит, поэтому не пренебрегайте, пожалуйста. Ирина, большое вам спасибо за такой подробный расклад, давайте, можно я еще все-таки добавлю, вот я готовила эту, ну то есть во время изучения всех вот этих законов, да, вот этой связки меня посетила такая мысль, я хочу все-таки с вами поделиться. На самом деле, вот традиционная семья, да, вот я уже сказала, что это свой самодостаточный, да, такой мир, он не выгоден соросовским грантополучателям, потому что в традиционной семье, да, царит любовь, уважение, да, дети воспитываются в любви, дети воспитываются соблюдающими традиции, родители соблюдают традиции, и все вот эти вот недоразумения, они регулируются внутри семьи, то есть по сути, здоровая, да, традиционная, крепкая семья, она не нуждается в защите, там, в предоставлении кризисных центров, потому что в семье все конфликты решаются спокойно, в любови, она не нуждается в предоставлении специальных социальных услуг, ну, каких-то, может быть, психологических, психиатрических, потому что они саморегулируют свои отношения, и, ну, на простой, традиционной, крепкой семье грантаедом не заработать, и, ну, как один из способов разрушения семьи сейчас вот это все идет, и я вас призываю все-таки стараться своей семье воспитывать детей с любовью, доверием, и относиться к членам своей семьи с любовью, доверием, это самое главное. С любовью и с доверием, да, не со страхом, не с ужасом перед тем, что нас ждет, а именно с любовью и с доверием, вот, в этом наше все. Завершаем, Мария? Спасибо. Да, спасибо, дорогие родители, что вы собрались нас послушать, спасибо, Анастасия, что дали возможность высказаться. Чуть позже я хотела сделать то есть список со ссылками на все вот эти законы, то есть где я увидела связь, мы его выложим обязательно в телеграм-канал. Спасибо. Да, подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал, потому что там сейчас будет вся жизнь. Все, до свидания. Ирина, еще раз благодарю. До свидания. До свидания.